По-моему, один из самых, что называется, популярных режимов во всех спортивных, ну и даже, вот видите, уже спортивно-автомобильных симуляторов, потому что вы можете включить любую FIFA, там, кстати, был вопрос по поводу FIFA 13 демо, да, мы обязательно постараемся показать и рассказать про новую FIFA, хотя, а перед тем, как мы посмотрим и вам и покажем, собственно, новую FIFA, демо-версию новой, вы можете там почитать, у нас много превью на сайте, репортажей, в том числе и моих. Про новый, кстати, а сейчас опять будет что-то замечательное? Ага, вот сейчас посмотрим, потому что машину повело в дождь и поймать ее уже невозможно было совершенно никак. Давай посмотрим. Так вот, собственно, про челленджи, да, это довольно популярный сейчас режим, довольно популярная такая забава для простых поклонников, да, виртуального спорта. В FIFA есть такая история, есть такая история, мы уже показывали в NHL 13, ну, практически, да, то есть там вы на 66-й минуте проигрываете 0-18, отыграетесь там или, не знаю, забейте хотя бы один гол. За этот челлендж вы получаете какие-то очки, которые там суммируются и так далее и тому подобное. То есть это довольно неплохо, да. То есть таким образом разработчики пытаются... Ой-ой-ой-ой, смотрите, вообще нас все залило, это, кстати, по-моему, Райканен перед нами был, а нет, это Грожан был, который залил нам все. Ну, Кодмастерс, что говорить, друзья, мы уже говорили на трансляции по Голю Макро и Ралле, да, с дождем они на ты и ой-ой-ой-ой. Ну, потому что они, в принципе, британцы, а в Британии дождь идет нередко. Да, так вот, таким образом, собственно, создатели игры, они пытаются как-то разнообразить, собственно, весь геймплей. Ну, то есть не просто, да, гонки, карьеры, там, не знаю, простые гонки, квалификации. У вас есть еще какой-то набор таких соревнований для уже таких, наверное, поклонников покруче, да, того или иного вида спорта, который уделяет, собственно, игре побольше времени, чтобы продемонстрировать, там, какие-то свои навыки и так далее. Но это, на самом деле, интересная история, потому что интересный режим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кстати, нас попросили врезаться в стену, так что, если уж ты так не на ты с потрясающим дождем, можешь прямо... Нет, я, на самом деле, сейчас... Ахнуть. Ага, значит, сейчас мне выдали пенальти за блокирование, за блокировку соперника. Ну, давайте мы все-таки отпразднуем эту гонку и врезаемся во что-нибудь, потому что модель повреждения – это то, что интересует очень многих, многих игроков. Ну, уж только найти стену поближе и прямую подлиннее. Ну, на самом деле, вот я сейчас сам, сам для себя во многом открываю езду в дождь, пробую физику, и она мне с каждым поворотом нравится все больше и больше, потому что тут, во-первых, намного сложнее, чем ехать по сухому асфальту, но еще и момент срыва машины все-таки можно, можно так немножечко почувствовать, даже на геймпаде, и предотвратить. А нам нужно его, собственно, обогнать, да, который первый идет? Ну, понятно. Да, но сейчас мы находимся между Романом Грожаном и Бруной Сеной, то есть немножко не в той компании, в которой нужно бы. Ну, кстати, еще два круга. Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё. Нет, ну сейчас уже там совсем было грубо, потому что… А, ну да, и, соответственно, вы сами видите, что нас, так сказать, переносит в саму гонку, что называется. Да, на последний, буквально последний отрезок. Да, в настоящую большую гонку, я имею в виду. Так, сейчас мы посмотрим, есть ли у нас еще вопросы. Эх ты. Между прочим, это не эх ты. Хотя, конечно, вот, модель повреждения тут не покажешь, потому что слишком малая скорость, зато пенальти заработаешь. Говорят, что это комментарии Дэвида Крофта со Sky Sports. Ну, вот, то есть, в Британии… Один из самых крупных каналов британских спортивных. Ну, на самом деле, да, потому что раньше Формула-1 Британия в основном показывал, если я все понимаю, если я все помню, по-моему, Евроспорт. Нет, нет, BBC2, BBC2 у них показывал Формула-1. Вот, а потом эта лицензия пришла к Sky, соответственно, сменился и комментатор. Ну, а насколько ты думаешь, вообще нужен комментатор Формула-1? И ведь сложно, ты же понимаешь, очень сложно будет перестроить вообще комментаторскую работу. Например, если человек едет три круга, и если человек едет сорок три. То есть, если в футболе там все-таки более или менее можно как-то варьировать, ну, то есть, никто не играет по 45 минут тайм, ну, практически, да, это очень сложно найти людей. Там же будет просто счет 18-45 тысяч. Вот, а то здесь подстроить, как мне кажется, комментарий там вот профессионального какого-то комментатора, да, под каждую манеру, там, каждые условия гонки, это будет очень сложно. Ты хочешь врезаться, что ли? Ага, все-таки мне этого не дают. Ну, на самом деле, да, комментариев, комментариев симулятора Формула-1 встроить, и правда, очень сложно. Тут можно ограничиться какими-то сэмплами, сэмплами для каждой ситуации. Как это делали, в общем-то, Сони, когда еще издавали игры Формула-1 для консолей PlayStation. Ну, я не знаю, лично меня комментарий в симуляторах он всегда отвлекал. Так что, нет, все-таки у нас тут повреждения, видимо, тоже стоят.